Здравствуйте! 2017 год был одновременно и тяжелый, наверное, где-то, насыщенный такой, и отличается большим потоком. По данным Министерства курортов, у нас, по-моему, более 16 миллионов туристов. Это, я просто не могу вспомнить даже, с каких времен мы такой турпоток получали. Но теперь на нас налагает определенная ответственность, поскольку принято считать, что цифры и показатели должны только расти, а не снижаться. Вы констатировали рост количества отдыхающих, турпоток в Краснодарский край этим летом. А что изменилось? Почему больше туристов поехало? Что вот в этой санаторно-вернее, в курортной сфере Краснодарского края стало работать лучше, скажем так, за это время? Наш Санкур накапливает опыт, перенимает лучшие практики, сертифицированные средства размещения. Я сам, как житель края, который любит нашу отрасль санаторно-курортную, посещает объекты, и сурсионные, и туристические. Я наблюдаю, как те или иные компании, те или иные объекты размещения растут прямо на глазах. Качество поднимается. Здесь прогресс очевиден. Потом, надо сказать, что у нас на побережье представлен и зарубежный сектор, который лучшими практиками, в общем-то, мы ее перенимаем, воспринимаем. Ну, это же нынешнюю ситуацию, да, с услугами в этой отрасли. Не сравнить совершенно с тем, что было, скажем, 15, 20, да где-то и 10 лет назад. И новые объекты размещения появляются, новенькие совершенно, и сертифицируются на 3, 4, 5 звезд. Но дело не только в этом, дело не только в том, что и сам Санкур работает лучше. Комплекс причин, всегда комплекс причин. Может быть, где-то и маркетинговая линия, которая проводится министерством, где-то начинает работать. Сейчас, насколько я понимаю, ведутся работы по ребрейдингу. Какую-то, конечно, лепту внесла Олимпиада и постолимпийские события. Это замечательно. Очень неплохо, что появился горный кластер, которого раньше такого масштабного не было. Тоже есть куда поехать. Есть куда поехать россиянам с серьезным достатком. Не обязательно в Альпы. И направление это пользуется, кстати, спросом не только в зимний период. Я имею в виду Красную Поляну, да, и прилегающую. В летний период я заметил, что очень много положительных отзывов об отдыхе в Красной Поляне в летний период. Море недалеко, а вместе с тем особые климатические условия, и природа, и сами средства размещения там хороши. Мне кажется, мы наблюдаем оживление интереса к российским достопримечательностям, к российским местам совершенно исключительным. Ведь многие места вообще, ну, Турция не может предложить таких мест, как Россия. А уж Краснодарский край, тут уж все сразу, в одном месте, компактно. Из анаторий в том числе. Вот, кстати, санаторно-курортный комплекс Краснодарского края. Ну, наверное, это еще не Трусковец и не Белокуриха, но это уже что-то. Каждый из этих санаториев, в зависимости от того, где он расположен, какие он природные рекреационные ресурсы использует, он по-своему исключительен. Да, что далеко ходить. У нас Краснодарская больная лечебница. Да, да. Исключительное место совершенно, исключительный объект. Далее туда, по побережью, грязи, воздух. В районе Сочи свой климат. В северном причинном море свой климат. Каждый по-своему исключительен. Сюда ближе к Новороссийску, да, он умеренно континентальный, более субтрактический. Вот, бальнеоресурсы, вот, аэроресурсы, грязи, воды, минеральные воды, горячие источники. Тут у нас такой уж перечень богатейший, понимаете. Я не знаю, кто с нами может потягаться. И вот надо отдать должное санаториям и пансионатам с лечением, что они содержат эту базу. Это и медперсонал, и оборудование. И даже, не бог весть, какой звездности пансионаты, тем не менее, тянутся и содержат. За это им большое спасибо. А, скажем, ближайших, конкурирующих в этом смысле с нами странах, да, такого даже близко уровня, и качества лечения, и рекреационного ресурса самого нет. И кадров нет. Мы в этом плане, я вам скажу, очень крепки. Эдварь Васильевич, я хотел бы поговорить об агротуризме, который в последнее время весьма активно развивается. Как вы оцениваете эти шаги? Агротуризм – это очень интересное, перспективное направление. Нельзя сказать, что у нас не было в крае вообще объектов агротуризма. Какие-то места, которые можно признавать к агротуризму близкие, они были. Ну вот, вы вспомните, значит, экскурсии, скажем, в Абрао-Дюрсобли, с незапамятных времен, да, какие-то чайные домики, какие-то форелевые хозяйства. Все это было. Конные прогулки. Конные прогулки. Было. Другое дело, что, о чем сейчас идет речь, и почему сейчас такое внимание к этому, что ли, вопросу. Это одно из перспективнейших, дополняющих направлений. Дополняющий основной турпоток. Турист, который приезжает к нам в регион, он постепенно тоже эволюционирует, меняется. Меняются запросы его. Не только полежать на пляже. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Не только лежать на пляже. Не только какое-нибудь пиво. Не только лишь бы что-нибудь перекусить. Понимаете? У нас сейчас и вины туризма, и гастрономический туризм развивается. Ну, вот посмотрите, вот как у нас выросло на Кубани. Прямо хорошо выросло виноделие. Какие крепкие, хорошие винодельческие хозяйства. Тут благодаря санкциям, как сыроварение. Сыр доступный, по доступным ценам. Весьма, весьма, весьма высокого качества. Вот. Этим ли не хвастаться россиянам? Я сомневаюсь, что все россияне хорошо осведомлены об этом. Более того, у них какой запрос? Вот. Не только у туристов пляжных. Но и у туристов деловых. Мы говорили об этом на программе «Через край». Хорошо. Деловая программа закончилась. А что вы нам можете показать? Там мы были. Там экскурсионный объект. Мы там были. Нам нужны новые интересные точки. Нужны новые интересные объекты. Агротуризм здесь может... При всем его разнообразии. Понимаете, что мы поднимаем под агротуризмом? То есть, это не только какое-то подобие деревни, где можно погладить козу, посмотреть страуса, увидеть индюшку какую-нибудь или курочку. Речь-то о том, что это спектрально более богатый пласт. Тут правильно вы говорите и конные эти самые прогулки, и винные, и гастрономические туризмы. И возможность попробовать сыр. И возможность побывать в эксклюзивных совершенно местах, на берегах речек, в горах и так далее. Все это так или иначе объекты агротуризма. Я думаю, что при всем том, что он не займет лидирующую позицию, он, конечно, пляжный туризм, так скажем, не обгонит. Конечно, это был бы нонсенс. Но дополняющим он будет и будет развиваться. У нас где-то порядка, наверное, 600 тысяч, так мы оцениваем, посетило объекты агротуризма за сезон, за 2017 год. Сейчас уже можно подводить его итоги, смело уже декабрь. От общего потока вроде бы немного. Наоборот, немного. Но заметьте, это требовательный турист. Это турист, который может быть возвратным туристом. Мы на это должны работать. И тут, Васильевич, где посоветуете провести новогодние каникулы? И, кстати говоря, на этот счет, какие планы у вас? Я лично новогодние каникулы, за исключением короткой личной поездки в окрестности Подмосковья, проведу на наших, в регионе Краснодарского края. Обязательно съезжу в горы, обязательно посещу несколько мест экскурсионного туризма. Обязательно. Грешно сказать, но, поверьте, я житель Кубани, я еще не все посмотрел на Кубани. Нет, мы не одиноки. Совершенно верно. А что говорить о России? Ни иной раз есть знакомые, кто проводит отпуск за границей. И старается вырваться за границу. И есть такие исключительные субъекты, с которыми начинаешь говорить, а хорошо, а по России-то где был? А оказывается, нигде. И вот в такие моменты мне становится грустно. Я рекомендую всем все-таки использовать новогодние праздники для того, чтобы лучше познакомиться с нашими исключительными рекреационными ресурсами. Спасибо большое. Я желаю вам хороших новогодних каникул и всем телезрителям. Спасибо огромное за интервью, за этот интересный раскат. Спасибо. Март Васильевич Соболев, член общественного совета при Министерстве курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Сегодня был моим гостем. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok